Новый случай вандализма в городе. На детско-спортивной площадке рядом с пятой школой украли уже вторую по счету гирю. Причем не просто унесли, а предварительно срезали цепь. На территории Нарьинмара это далеко не первый случай хамского и бессмысленного отношения к общественному имуществу. Наша съемочная группа решила разобраться, кто и для чего занимается подобными правонарушениями. Слово Екатерине Дементьевой. Новую площадку в Хариверской сдали 1 октября и даже не успели официально ввести в эксплуатацию. Впрочем, уже сейчас на ней не хватает спортивных снарядов. Гири на 8 и 16 килограммов попросту унесли. Кто, куда и зачем остается только гадать. Возможно, стеснение не позволило людям заниматься спортом в общественных местах. Единственным решением было присвоить городское имущество себе. Поэтому оставшийся спортивный инвентарь владельцы площадки вынуждены были убрать. Это признаки, наверное, невоспитания или родители недостаточно уделяют внимания, школа и так далее. Нет такого. Нет у нас менталитета, стоит наберечь, что это делано для нас. И только для нас, наверное, чтобы прекрасный город выглядел. Можно было где-то отдохнуть, провести время. Но если мы так будем относиться, то, наверное, не стоит этого делать. Хотя это, конечно, нужно делать, но, тем не менее, по такому отношению оно какое-то горечь, что ли, недоумение вызывает. Причем случаи воровства на общественных территориях то и дело всплывают то в местных СМИ, то в соцсетях. Простой пример. Благоустроенная не так давно территория в районе улицы Смедовича. Осенью рядом с центром занятости населения поселились олень, собака и зайцы, которых периодически пытаются вырвать с корнем. Горожане неоднократно возмущались из-за того, что дети, которые, в том числе с помощью родителей, забираются верхом на фигуры, могут попросту их испортить. И таких примеров масса. Светящиеся фигуры медведей в районе пенсионного фонда. На них уже появились вмятины. Смотровая площадка или, как ее называют в народе, набережная. На протяжении всего лета там ломали скамейки и вырывали деревья. Наверное, нужно привлекать самих людей, которые, например, занимаются вандализмом, к тому, чтобы они облагораживали. Чтобы не администрация там нанимала людей, уборщиков каких-то, чтобы отстраивали благоустройство города. А как-то вовлекать в эту саму молодежь. Многие помнят историю с мостом любви в микрорайоне «Факел». Красивый, благоустроенный объект стал магнитом не только для добропорядочных ценителей красоты, но и для хулиганов, превратившись в мост разбитых фонарей. Регулярные вооруженные, хоть и камнями, нападения на освещение привело к тому, что после неоднократной замены плафонов сейчас их просто не устанавливают. Кому сделали лучше, неизвестно. Главное, душу отвели. К вандализму относимся плохо, а вот ходим мы в основном в дневное время. Сейчас вот темно, в принципе, будет, да, в ближайшее время. Ну, наверное, конечно, лучше было бы, если фонари были, а так, конечно, плохо. Как говорят психологи, причина варварского поведения кроется глубоко внутри человека. Для многих сам факт появления чего-то нового и красивого – это своеобразный вызов. Вызов к разрушению. Дело в том, что мотив каждого конкретного случая, он очень индивидуален. Для кого-то это желание просто поиграть и развлечься, для кого-то это возможность повысить свой статус в группе сверстников, а для кого-то, возможно, даже желание отомстить миру взрослых. Но причина, она, как правило, одна и лежит в детстве. Но ведь злость – это то чувство, которое нельзя отменить усилием разума. Его можно только отреагировать или загнать в угол. Вот как раз запрет и предложение не показывать это чувство – это как раз тот риск загнать его очень глубоко внутрь себя. И в тот момент, когда его станет слишком много, он просто, как пружинка, отстрельнет. И ребенок, подросток, сожмет кулак, возьмет палку и пойдет разрушать. И если повысить уровень психологической грамотности в семьях кажется нереальной задачей, получается, что единственным решением на данный момент является установка камер повсеместно. Но хотят ли сами люди жить под лупой? Да и помогают ли в действительности такие меры? Эти вопросы пока остаются без ответа. Еще один пример – автобусные павильоны. Нарушители порядка буквально идут по пятам за теми, кто пытается сделать облик маленького города более привлекательным. Уже сейчас на противоударных стенах остановок можно видеть повреждения. Зачем это делают, увы, не понять. Остается только надеяться, что однажды молодое поколение, наше будущее, поймет, как важно сохранять то, что у них есть. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север».